В 2014 году по числу заявок, поданных на конкурс, Одинцовский район занял третье место в Подмосковье. К сожалению, ни в одной номинации стать лидерами не удалось. Как лучше упаковать продукт, на что обратить внимание, обсудили участники встречи. На мой взгляд, очень важно понимать, что ваш проект будут читать люди, которые от этого проекта страшно далеки. И очень важно понимать, что он в этот день прождет как минимум 60 этих проектов. И перед ним будет стоять задача одного этапа. То есть, например, насколько я знаю, по прошлому году первым этапом было соответствие вашей заявке условиям конкурса. На втором этапе еще один человек, который точно так же эти 60 проектов или 70, сколько на него свалился в этот день, он по своему критерию оценивает. Эти критерии, они на сайте все есть. И чем более просто вы опишите, чем вы занимаетесь, чем более ярко будет видна вот эта вот новизна, то ваш проект, он, соответственно, продвинется не только вот до уровня, чтобы получать диплом. Я участник там нашего подмосковья 2015, но и там третья, вторая, первая, почему нет времени. Патриотический клуб с громким названием «Генерал» сегодня объединяет сотни подростков. С помощью военно-исторических миниатюр, собранных в коробке, которую показывает создатель клуба, ребята участвуют в военно-тактических турнирах, импровизированных сражениях, изучают суворовскую науку побеждать. Композитор Андрей Варламов, основатель популярного международного детского фестиваля «Улыбка мира», участник всех губернаторских конкурсов, был отмечен за цикл музыкальных радиопередач. На этой встрече неоднократно подчеркивалось, что стать участником конкурса «Наша Подмосковья» может любой. Десять номинаций охватывает самые разные стороны жизни человека. Это уникальный шанс раскрыть свои реальные таланты, которые скрыты в каждом из нас. Надеюсь, в этом году мы возьмем реванш и с вашей помощью, в том числе, добьемся хотя бы в какой-то из номинаций первой степени. Готов помочь, если будут какие-то у вас идеи относительно проектов, которые реализуются при помощи интернета или в интернете. У нас есть большой опыт по реализации их, и я готов лично поддержать такие проекты. К 70-летию Великой Победы город Одинцова уличные художники раскрасили живописными граффити. Они впервые будут участвовать в губернаторском конкурсе. Два проекта было сделано на патриотическую тему. Это к 9 мая. Фасад 18-этажный дом, 57 метров в высоту. То есть такая работа, она довольно-таки большая в масштабах Подмосковья. И второй дом, который летчикам посвящается, это 12-этажный дом, то есть 39 метров. На данный момент в Требурке закончена практически работа первая в Подмосковье 3D, где две стороны сразу вписаны в инфраструктуру города по цветам. Это обманка такая, где нарисован кит. И сейчас мы работаем над концепцией изменения пространства серого. Это лыжевую трассу. 1945 – это сочетание цифр ассоциируется с Годом Победы не случайно. Именно столько человек будут отмечены грантами победителей губернаторского конкурса в 2015 году. Самое большое число призеров планируется в новой номинации. Спасибо деду за победу! Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...